Нормально, нормально. Я думала сегодня было что-то такое приготовить, но я думала еще лосось. Ой, Костя, не надо ничего нажимать. Дед, придешь поздороваться? Ты придешь поздороваться? Не придешь? У него сейчас стазия отрицания, он на все говорит нет. Все, что не спроси, нет. Правда ты все время говоришь нет? Да? Вот такие у нас дела. Всем привет. Я, короче, собиралась сегодня плов приготовить на два дня. Но к нам пришел сосед и притащил нам четвертинку тыквы такой довольно крупной. И поэтому у меня Костик уже второй день ест тыквенную кашу. А я сегодня решила тогда приготовлю ризотто тыквенный. Этот ризотто, кстати, я готовила на экзамене и получила хорошую отток. Вот я делала его как гарнир, и там шла еще как гарнир спаржа, который я делала все время. Это карамелизированные. И гребешки, и это ризотто офигительно сочетается с песто. Но я не знаю, сделаю я песто или нет, потому что я схожу в магазин, сейчас когда Дима придет и посмотрю. Сегодня у меня греческий, я сейчас буду делать греческий, а потом приедет Йоргус. Так что у нас ужин немножко попозже будет. И я посмотрю, есть ли все составные для песто. Если нет, тогда не буду делать песто, просто сделаю ризотто. А если будет, все для песто куплю, потому что у нас бывает нет базилика в нашем ренточке маленьком. Вот, короче. Так, буду готовить ризотто. Это ризотто очень хорошо сочетается с морепродуктами. Но я сделаю, ну тоже морепродуктами, я сделаю лосось, как гарнир. В смысле, ризотто будет как гарнир, и лосось будет как мясо. Лосось я сделаю очень элементарно, самый простой вариант. Проще даже, чем на сковородке, пожарить его. Просто нарезаете порционно лосось всеми кусками, которые будете как бы подавать. Что ты творишь? Костя, что ты творишь? Костя, что ты творишь? Видимо, решил в окно посмотреть. Ну ладно. Нарезаете, поливаете, то есть со всех сторон смазываете и поливаете густым терияки соусом. И отправляете в духовку. Все, не надо ни солить, ни перчить. И сам соус терияки нужен солоноватый, но густой, который не жидкий, да, густой. Отправляете в духовку, запекаете. И, ну, в принципе, долго, будет здорово, зайка. Долго запекать не надо, потому что лосось быстро готовится. И все, он готов. Элементарно. Вообще, проще быть не может. Ну, для этого, естественно, нужно отделить от шкурки и убрать косточки, если они там есть. Вот. Как бы у меня, короче, будут ризотто с тыквой, спаржа и лосось. Да, ты решил к нам присоединиться? Да? Ладно, все. Пошла учить ей свой греческий. Да хорошо ты выглядишь, не надо, мог даже волосы не поправлять нормально. Эй, отдай, 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 Костя, отдай. Мне кажется, он камеру поцелунул. Короче, все, пошла я готовиться, потом у меня перехватывают, у меня перехватывают, власть захватывают, происходит захват власть, поэтому я пошла учить греческий. Не дам, не дам, нет. И готовить. Всем пока. Всем пока. Так, ну и вот лосось порезала. Да, портфона, и сейчас вот залью просто вот этим соусом терияки. И все, у меня пойдет в духовочку. И буду готова. А, отрезала. Да, Костя. Костя, Костя, порезала тоже кубиками. Я супчик сварю с лососем. Элементарно, все очень элементарно. Ням-ням-ням, очень вкусненько получается. Прям вкусненько, вкусненько. То ли поселенее, можно такуще. Все, и в духовку. Не знаю, на сколько. Ну, смотрите, лосось это, в принципе, быстро готовится. Сколько вы там спекаете? Здесь 15 минут. Пинч, больше. Так, вот наш лососик уже готов. И к нему сейчас будет ризотто гарнирчиком. Он очень кворчит, горяченький. Очень вкусненько. Попробуйте. И просто, самое главное, просто. Ну вот, буду я начинать уже готовить ризотто. Домашнее задание я по-греческому сделала. Там нужно было написать у меня планы, что я хочу делать летом. Очень забавно это все звучит, особенно в фоне того, что у нас карантины, фиг знает, когда это снимут. Даже такое грустное домашнее задание это было выполнять. Думаю, что у нас с Димкой сначала у нас была вообще такая ситуация. Ну, конечно, изначально мы вообще хотели. Мы хотели, у нас была идея поехать как-то весной, ближе к лету в Армению или в Грузию. Потом мы еще думали к Саше Тане съездить, слетать, вернее. То, когда началась эта ситуация, как бы еще не было карантина, еще не было чрезвычайной ситуации. Но мы поняли, что вряд ли мы куда-то уже полетим, потому что это был все-таки аэропорт. Аэропорт и так далее, у нас ребенок и родители, мы постоянно с ним видим, общаемся, как бы, ну, в общем, не вариант был лететь. Мы уже сами так самостоятельно поняли, что никогда не полетим. Но тогда была возникла идея на машине поехать. Ну, в Польше мы были, Литва были, Эстония были. Я предложила съездить в Белоруссию, потому что в Белоруссию тоже удовольствием бы хотела бы скататься. Я когда-то там была, может быть, совсем маленькая была, я не помню, где-то, может быть, на окраине, но так, чтобы где-то в Минске не было такого. Вот. И была такая идея на машине, что можно туда, как бы, чтобы не надо было через аэропорт, и куча людей. Но потом, как бы, границы закрылись. И все наши планы посыпались. И поэтому, как бы, надо было вообще писать свое сочинение, что я хочу делать летом. А я не знаю, что я хочу делать летом, потому что непонятно вообще, что ситуация будет. Но я написала, что я хочу делать летом. Я хочу хотя бы на свежем водоке бывать побольше, там, шашлычок жарить такое всякое. Вот. Ну, посмотрим, как все будет ситуация. Навряд ли мы куда-то уже поедем. Я надеюсь, что будет хорошо, и мы сможем полететь в сентябре в Грецию. Я нашла базилик. Дима съезал готовый базилик. Все-таки я сделала его. Заранее приготовила базиликовое песто. О, кстати, у меня дома не было кедровых орешков, поэтому я сделала его с пеканскими орешками. И получился, на самом деле, очень вкусно песто получилось. Так что я даже, как бы, думаю, что я так в будущем буду с пеканским орехом, а не с кедровыми. А я сказала, грецкие или кедровые? Короче, этот декрет с этим карантином, он мне доконает. В смысле, мои умственные способности, те, которые были, их не было не очень много. Как бы, выйду с карантина молодым, молодым ребенком, по крайней мере, по разуму, двух-трех лет. С таким же, примерно, словарным запасом. Ладно, ну вот, короче, я сделала с пеканским орехом. Как я сделала? Я просто обжарила пеканский орех, а потом в блендере все это смиксовала вместе с оливковым маслом, чесноком, сыром типа пармезан, базиликом. Пробуйте на вкус, потому что сыр мне был довольно соленый, мне солить не надо было. Если сыр не соленый, тогда как бы посолите. И что, пример, такой вот консистенции такой получился. Ну, там где-то есть кусочки, ну, честно, зубки есть, переболим. Так вот, короче, с кедровым орехом багги дорого получается. Поэтому я, у меня не было дома кедрового ореха, но у меня был пеканский, я подумала, ну, и фиг с ним, попробую с ним, и получилось реально очень вкусно. Ладно, все, буду начинать готовить. Уже примерно там все, там, короче, почистила. И буду готовить ризотто с тыквой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как? Попробовал? Ночью вкусно. Ну ты только астаржу попробовал. Ну да, все, все. Ну, ризотто с... Это мне в сердце не хочется. Ризотто с... Это с базиликовой песто. Это так хорошо выглядит, мне не хочется его трогать. Ладно, ладно, тебе вон, говорят, со стороны, пробуй, говорит, не бойся. Ну, ты тоже хочешь, да? Ну, это с тыквой ризотто. Вкусно. Вкусно? Ну, хорошо. Ну, на стороне. Ну, на стороне. Ну, на стороне. Ну, на стороне. Ну, соус еще тогда пушит. Гриф. А это что? Ну, это украшение такое для... И он съедобное тоже, сама делала, да? Всем привет. Всем привет. Ночью сегодня не здорово. У нас в чем? Мы уже приехали. Мы уже не здоровы, но мы уже приехали. Мы, короче, решили. Попытка номер два. Ну, вот так. Просто люди не знают, что это было до этого аппода в родину. Мы приехали в Кулдегу. Городок такой. Мы хотим это посмотреть. Вентас Румба. Это водопад. Водопад. Самый длинный. Фатвий. Самый длинный и один из самых широких. И вот тут тоже. Да? Он да, он тоже. Вот так вот, ребята. Вы приехали сюда. Может быть, он не на клевом месте, вот я не помню. И вы думали, что это водопад? Можно на клевом месте. И пару домиков. Оказалось, что это такой городочек, даже что-то симпатичное есть. Да, старый город есть. Семпатичный. Да, там старый город еще что-то. Так что мы едем гулять по Кулдеге и Вентам. Кстати, все еще, именно сезон, если все еще сезон, то мы увидим, как рыба прыгает на нерест, чтобы идти. Идет на нерест. Прыгает. Путики поют. Эй, Винни-Пух мой. Все, он не мой Винни-Пух. Винни-Пух? Ну там у него, вон. Ань, вот это тигра. С Винни-Пухом. А я не хотела. Аня, мама. Ну вот этот водопад. И здесь, когда идет, прыгает рыба, когда идет на нерест вимба. Какая-то вимба, да. Вимба, да. Старается преодолеть и отложить игру там дальше. Выше потечение. А так, что у нас тоже есть водопады. Пускай они высокие, но очень длинные. Нет, красиво. Очень красиво. У нас в Латвии не закрывались кафе. На самом деле, у нас не было запрещено их посещать. Да, у нас закрылись только те, кто действительно... Народ просто перестал ходить и поэтому не потянули и все. Мы сели покусить, перекусить прям с таким шикарным видом. Жалко, что столики закрыты. Ну, заняты. Заняты. Но, тем не менее, не смотри, дистанция соблюдает. Два метра от каждого столика. Я думаю, что летом-то поплотнее. Летом-то поплотнее, да, было бы. И мы заказали ребрышки свиные на гриле. Кстати, любопытно, это, наверное, одно из немногих сведений, что у них, в принципе, изначально здесь был просто кафе. Это пить напитки и, соответственно, сладкое поезд. И гриль-бар, оно не полно отдельно стоит. Хотя место позволяет реально для кухни, да, огромное место. Ну, видимо, они... Представь, как тут классно вечером посидеть вина попить. Ну, да. Под свежим, под открытым небом. Да, мне очень прощило. И, кстати, очень удивительно, что это одно из немногих мест, скажем, наверное, в Риге таких вообще... Ну, где вот на улице можно сидеть. В такое время открывается у нас какого там июнь? Июль, июнь? В мае, в конце мая где-то терраса открывается, да, они начинают что-то делать. Ну, потому что погода... Нет, проблема в другом. У нас, чтобы выставить в Риге террасу на улице, мы должны платить деньги. Везде, да? Сразу же, да. Соответственно, люди, поскольку погода переменчивая в Латвии... А, еще там, за этим вот, где гриль жарит, там, за этим местным, продается моя любимая картошечка. И я ее набрала... Два евро, Пашка, два евро. Одна картофельная, да, и два евро. Но растительное масло, приправы, установка, зарплата... Бизнес. Аренда помещений нет. Ну, конечно, всегда наваривают на самый дешевый... Больше всего навариваются с сухариков. Ну, как бы, самый дешевый... Ну, во всех ресторанах, в принципе, всегда навариваются на дешевых. А на самых дорогих блюдах всегда наименьшие навары идут. Все, ладно, я взяла себе пиво, Дима взяла себе бокальчик невкусного красного вина. А я как чувствовала, что он будет невкусный, а потом я все взяла пиво. Да, не очень, но совсем. Хотя, я думаю, наверное, если мы берем мишленские рестораны, там у них навар ведет на всех блюдах, нормально. Ну, да. Ну, все равно, наверное, на оперативах она не больше наваривается, но... В мишленских ресторанах, по большей части, не везде, но по большей части, идут так, что, скажем, у тебя стоит обед или ужин какую-то определенную сумму, и туда уже входит... Ну, пять блюд там, допустим. Да, какое-то количество блюд. И они могут меняться, да. Ладно. Это все. Лирика. Лирика, опустим, то ослаждаемся. Мне так прикольно вообще, на самом деле, да, посидеть на природе. Всегда прикольно. Каждый раз, ты весной, когда сидишься, очень классно, наконец-то, на природе. Можно посидеть, запах дыма, что-то готовится. Но, с другой стороны, мне кажется, это то, что карантин никуда-то, но не ходили, еще больше ощущаешь, насколько это круто просто. Так посидеть. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю. Приятного аппетита. Приятного аппетита, да? Я предупреждала, что будут ребра, которые я буду есть руками почему-то. Вот не из пидемоши, а из руками. Ну, да. Ну, выглядит очень красиво все. Выглядит подача очень красивая, согласен. Но я думаю, немножко больше будет. Помнишь, как мы заказывали в этом тоже самое? Рипс, где вальфия. Ну, да. Там таки, там... Ну, еще в Мапуче говорят, офигенные ребра свиные, офигенные. Но ты туда все не хочешь. Ты ему поставил слезу под глазом из пюре. Тортошечка офигенная. Мягкая, обжаренная, солененькая. Но, на самом деле, ребра тоже очень пусто. Ммите. Но они не жирные совсем. Нет, они не жирные. И там прямо сочные-сочные такие. Неа. Соус еще не пробовала. Что-то пробовала. А, они еще так добавили к соусу. А, сверху, да, ну нет. Это, кстати, базиликовый соус. Базилик, чеснок. Солик, чеснок, мы видим на майонезе, на основе, я не знаю. Но базилик очень счетовый. Свеженькую тебе сделаю, да? О, отлично. Я вообще никогда не понимала, когда, знаешь, наделаю. Я тоже наделаю, стоят они. Да, ну, что-то, как-то сумка, как будто я... А куда? Не про вас, не про это. Мам, ты делай, горы, давай, когда сделаю. Спасибо вам. Всего доброго. Ммм, да? Это мой наркотик, я просто обожаю эту картошку. Я еще по 8 миллиардов, как всегда, ищу ее. И горячее еду. Ммм, вообще неактуально. Ну, давай. Вкусенько. Мам, ты маленький. Детки, вот они падают. Давай, давай, котик, ты сможешь. Грустой подъем, да. Давай, давай, руки. Молодец. Сидят рыбаки. Жалко, у нас в прошлый раз не получилось засять. Здесь был мужчина с ребенком. Ну, и в принципе, вот три минуты мы стояли, и три рыбы он вытянут. Он все время закидывал. И мне курицы закопишут. И что-то вытаскивал постоянно. Да, вытаскивал такие большие рыбки, но прикольно, что он их потом обратно отпускал. Да, он давал мелкому их выпускать. Да, в сыпенком он был. А в прошлый раз просто мы приехали сюда, начали снимать, и у нас закончилось память. Ну, вот так бывает. Самое интересное, что у нас вечно... Мы второй раз уже приезжаем в Кулдыгу, да? Ну, на этот водопад. И первый раз у нас села батарея. И сейчас тоже села батарея. Мы даже не заметили, как она села, и когда она села. Причем, даже не знаем, что мы там сняли, не сняли. Пойдет с три ехать третий раз. Мы гулялись и теперь так спать. Хочу поспать, чтобы подремонтировать. Вот, я думаю, что приготовить на неделе. Я хочу попробовать сделать киш. Я делала очень вкусный киш с лисичками. Лисичек больше замороженных, они закончились. Но больше нет, так что я буду... Меня пугает этот самый. Я знаю, но он меня пугает. Я не привык к этому звуку. Я тоже. У меня тоже обычно они на мне пропадают. Да, потому что Валера у тебя села. Валера, да. Валера, предупредительный. Валера, джентльмен. О, домик заброшенный. Ну, вот нет, да не совсем заброшен. Там теплица уже. Да, нет, да уж, это есть. Там есть стандартный. И я еще... Так я с тестом не очень работаю. Просто вспомнили, какой был очень вкусный киш. Когда она болит больше. Вот, но с лисичками я не буду делать. Я сделаю, наверное, просто с мясом, горошком. Я посмотрю, может быть, я сделаю шампиньоны. А может быть, я все-таки куплю бруссельскую капусту. Мне почему-то кажется, что бруссельская капуста вкусная. Бруссельская капуста, это маленькая капуста. И раз я уже куплю, я хочу еще, знаете, что сделать? Я делала уборку, перебирала на балконе. У меня там всякая стоит тоже кухонная утварь. Все же, это просто как будто стекло с умубить сегодня у нас. Вы смотрите на это. Просто бошки нереально сегодня летают. Я решила, что я хочу попробовать сделать эти орешки сваренные сгущенкой. Да, как в детстве, как в Советском Союзе. Да, но я хочу, знаешь, как я хочу купить эту сгущенку. И я хочу еще орешки обжарить и добавить в эту сгущенку обжаренные орешки. Мне кажется, будет интересно, вкусно. Ой, какая ринда. Не такая большая. Далее 6 машин впереди. Вот, ну, зима на работу с золотой орешками. Так что, сама не толстеть. Пару штук съем. У меня эта форма, короче, для орешек нашлась. И вот я хочу с золотой орешками. У меня просто форма, которую на плите нужно готовить. Ну, попробуем. И вот, так что у вас пока такие проблемы. И я захотела сделать. Супчик с копчеными рёбрышками, где он попросил. Да, супчик с копчеными рёбрышками. Ну, вот с фасоли, копченые рёбрышки. Вот я сейчас думаю сделать с фасоли. Или у меня есть турецкие орехи. Или дорога из турецких орехов. И берешь еще есть бёрнный хлеб, кирпичик. И горчичка на нем, отлично. Дим прогололос возьми. Нет, я просто сходу очень вкусно. Ну, очень ладно, мы решим это все дело. Мы уже собирались ехать домой и тут заехали, решили заехать в Карта-Кауна. Какая-то тропа прогулять. И сейчас ребёнок проснулся без настроения. Ну, немножко прогуляемся, посмотрим, что там. Ну, я тоже немножко подумарила, пока ехали. Лес, пока лес. Ребёнок сбежал от папы. Сел за руль. Кто-то хочет ехать. Куда собрался, Костя? Ну, да, там надо и тут нужно нажать. Да, всё как папа. Нужно ехать одновременно. Кнопочки нажимать, правда? Да, конечно, да. Ну, вот они молодые, ну да. Разве нет? Ну, да, лиственница, вон, мягкий. У меня бабушке Гале тоже росла. Такие холмы красивые, да? Ликушка, привет, привет. Привет. Такую баньку прикольную, да? У нас в речке вот такой. Идеально было бы. Реально прикольно было бы в бане, да, такие там? Вышел сразу и речка. Вообще, да, погладь. Даже если ты не нашла, что она там, она, ты есть, 150 километров. Что тебе тут надо, Господи, взял с собой? Там, всё за кровь, и что надо? И люди постоянно. Ну, надо, чтобы там был час на сих пор, и да. Да, конечно, да. Вот, смотри, как красиво там. Да, да. Ну, вот мы нагулялись. Да, здесь ещё и замок, но мы в него не пойдём. Не пойдём. Тем более, всё равно, скорее всего, он закрыт. Скорее всего. Ставим лайк, жмём колокольчик, подписываемся и пишем комментарии. Успехов и здоровья вам. Сейчас так будет. Видео закончились, мы тоже заново включать. Я же не могу не похвастаться, пока в магазине была продукты покупала. Мне вот муж цветочки купил. Я помол, помол. Весенние. А бабушки помог, да? Ещё и бабушки помог, молодец. Спасибо большое, очень приятно. Два букетика, наверное, один от сына. Два букетика, наверное, один от сына. Да, один от сына. Ладно, всё. Мы теперь уже всё точно, мы тебе уже точно. До свидания. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok